Останавливаться на этом, но подумав, что Господь совершает дело противозаконное, исправляет бывающее не по закону. Христос открывает самого себя не прежде, как обнаружилась добродетель женщины. Когда же обнаружила добродетель женщины, ее проницательность и точность, тогда уже научает беседовать с ней о предметах высших. Если бы ты, говорит, знала дар Божий, то есть, если бы ты знала, что дарует Бог, что Он дарует вечные и нетленные блага, если бы знала и меня, знала, что я, как Бог, могу дать тебе их, то ты просила бы и получила бы воду живую. Водою называют благодать Святого Духа, потому что она очищает приемлющих ее и сообщает им большое освежение. Водою нестоячую, какая бывает в ямах и колодезе, гнилая и испортившаяся, но живую, то есть, бьющая ключом, скакивающую, быстро текущую. Ибо благодать Духа делает душу всегда подвижную к добру, всегда полагающую восхождение. Псалом 8, 3-6 стих. Такую воду живую и всегда подвижную пил Павел, забывающий заднее и стремящийся к переднему. Филиппийцам 3 глава, 13-14 стих. Женщина говорит ему, Господи, видишь ли, как скоро она отстала от низкого мнения и воздает ему большую честь, называя Господом. Однако же она не постигла глубины речей Христовых, но и в ином смысле говорит о воде он, в ином смысле понимает она. Евангелие от Иоанна 4 глава, 12-15 стих. Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодезь, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ, Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделаться в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему, Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Толкование. И Якова считает отцом своего, и себя причисляет к иудейскому благородству. Когда женщина сказала, Неужели ты больше отца нашего? То Господь, хотя и не говорит прямо, что Я подлинно больше, дабы, не представив еще доказательства своей силы, не показаться тщеславным, но приготовляет к этому своими словами. Кто пьет воду сию, тот опять возжаждет, а кто пьет мою воду, тот не будет жаждать. То есть, если ты удивляешься Якову, который дал воду сию, то тем более должна удивляться мне, которая дает воду гораздо лучшую. Ибо вода, которую я даю, делается источником воды, постоянно и непрерывно умножающейся. Ибо святыни не то только и сохраняют до конца, что получают от Бога, но через благодать они принимают семена и начатки добра, а сами приумножают их и возвращают. На сии указывает Господь притча талантов. Матфея 25, глава 14 по 31 стих. И о содержателе гостиницы. Лука 10, глава 35 стих. Получивший два таланта, через оборот в дело приобрел другие два. Матфея 25, глава 17 стих. И содержателю гостиницы, принявшему израннего разбойниками, Господь обещает, «Если что и сдержишь из своего, я отдам тебе». Луки 10, глава 35 стих. На это и здесь указывает Господь. «Я даю жаждущему воду, но вода, которую я даю, не остается в той же мере, а умножается и делается источником». Так в оглашениях Анании Господь дал Павлу немного воды. Деяние 9, глава 17 стих. Но эту малую воду учения Ананина Павел показал источникам, так что потоки этого источника от Иерусалима достигли до Иллирики. Она, кажется, понятливей Никодима. Тот, выслушав весьма много подобного, говорил, «Как это может быть?» Иван Гератьяна 3, глава 9 стих. А она начинает уже пренебрегать и источником Якова. «Если, говорит, ты имеешь такую воду, то дай мне, и я не стану уже ходить сюда черпать». «Видишь ли, как она Господа ставит уже выше Якова?» Сегодня 10 октября 2016 года, понедельник. Десятое, в которое мы должны были возвращаться по намеченному плану. Ну, погода нас выдвинула раньше. И хорошо. Я уже говорил об этом тут. Иначе мои голуби все бы погибли. Оказалось, главный, кто за ними смотрел, он оказался не способен. И там только что закончилась еда. Уже день, наверное. И так, в воскресенье мы сумели побыть и в субботу здесь на собрании, на богослужении. Богу нашему слава. Во веки веков. Вот так каждое утро. Сначала помолимся, а после этого у нас чтение Слова Божие. Тут же Надежда приходит, Васильевна, с нами помолится. Так, отошел. Спасибо. Спасибо.